ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы видим сердце. Дул Словак, приезжает пациент, у него подозрение на инфаркт. Нужно сделать коронарографию, ничего кладут на стол и вводят рентгеноконтрастное вещество. И дальше смотрят то, как выглядят артерии у сердца в разных проекциях, вращая вокруг него дугу с излучателем и приёмником. А вы первый, кто сделал российский вариант этой технологии исследования? Да. Скорее всего, вы уже встречались с работой этой компанией. Флёрография, снимок сломанного пальца или операция под рентгеном. В наших медучреждениях теперь предпочитают отечественные рентгенаппараты. Один из лидеров отрасли поставляет вот такое современное медицинское оборудование в десятки стран, в том числе в Японию, США и Германию. Интересно, почему они не боятся нашего излучения? Не боитесь? Нет. Бокс номер 13. Заходить сюда во время испытания рентгенами на узла, конечно же, нельзя. Нет, здесь это всё защищено специальными свинцовыми дверями и свинцовой защитой вокруг. Видеть невидимое позволяет одна лампочка-трубка. Оттуда исходят кванты рентген-излучения. Сегодня их требуется в 10 раз меньше по мощности, чем на заре технологии. Но побочный ионный обмен в клетках никто не отменял. Трубку максимально закрывают свинцовым корпусом, чтобы ограничить рассеивание. Излучение идёт вот сюда. Это очень тонкие технологии, это специальное производство, чистое производство. Иначе вы когда будете смотреть картинку своего организма, вы увидите множество артефактов, даже от маленькой-маленькой пылиночки. Вокруг блока с трубкой дальше выстраивается 4,5 тысячи деталей, примерно. Собрать правильно могут единицы специалистов в мире, а это вам не телефон. А здесь делают сотни модификаций, десятка комплексов. И цифровые матрицы свои. Пластина кристаллического клетка. Рентген проходит через организм некий, линейка вещества. Получается теневая картина. И оставшиеся лучи разной интенсивности. Пробразуется сначала свет, а потом свет попадает вот сюда, и уже он преобразуется в электроны, которые мы оцифровываем, и видим, как картинку на изображении. Здесь шесть таких приборов. Собрать матрицу детектора рентгена – это почти то же самое, что сделать цифровой фотоаппарат или плоский телевизор. Здесь гарантируют точность изображения до 50 микрон. Это при черно-белой картинке. И сколько оттенков серого знает ваша система? Большое количество, но, как правило, больше 256, необходимости где-то, потому что есть пределы человеческого глаза. 256 оттенков серого. Во время настройки аппарата ему здесь создают экстремальные условия. Для проверки четкости используют свинцовые пластины. Они хуже всего пропускают рентген-лучи. Ну и неопытных лаборантов. Ставим стартовую позицию. Кнопки на самом деле понятные. Как робот работает, честно говоря. Внимание, томография. Все комплексы здесь делают по одной логической схеме. Просветить человека максимально быстро, но точно. Собственные разработки, свой штат программистов уже сделали так, что лаборант в рентген-кабинете нужен лишь для моральной поддержки пациента. Чуть не осталось. Продолжение следует... Продолжение следует...